SCP-816. Конструктор Дарвина. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-816 в настоящее время содержится во временной зоне секречно, по собственному выбору. Нарушение условий содержания маловероятно, а если всё же произойдёт, то скорее всего, не потребуется вмешательство персонала, поскольку SCP-816 для выживания необходим доступ к SCP-816-1. А переместить его объект не в состоянии. SCP-816-1 следует переспускать каждые 50 лет, чтобы гарантировать зависимость SCP-816 от него. Если SCP-816 перестанет зависеть от SCP-816-1, необходимо немедленно начать действовать в соответствии с предписанием резерв-816-RC. Смотрите, документ SCP-816-1 засекречена. Временная зона засекречена, зона P-слэш засекречена, была основана, чтобы содержать и исследовать SCP-816. Она представляет собой дом в засекреченной Швейцарии, а SCP-816 содержится в его подвале. Описание SCP-816 – это коллекция маленьких роботов, находящихся в подвале дома на улице Засекречена, Засекречена, Швейцария. Согласно дневникам, найденным в подвале, объект был создан в 1890 году засекречена местным учителем. Вдохновленным работами Чарльза Дарвина и Чарльза Бебиджа, он спроектировал и построил роботов, способных к воспроизводству и эволюции. Воспроизводство облегчается тем, что все роботы обладают схожим набором частей, однако большинство разновидностей модифицируют свои основные компоненты, чтобы лучше соответствовать занимаемой ими экологической нише. На фотографии неопознанный вид SCP-816. Основой каждого экземпляра SCP-816 является элементарный процессор, который немного различается в разных видах. Хотя он намного менее мощный, чем современные процессоры, уровень его исполнения, однако, превышает возможности технологий 1890-х годов. В то же время, как исследования определили, что аспекты построения SCP-816 не противоречат принципам современной науки, точность, с которой создали роботов, превосходит возможности человека. SCP-816 получил новую энергию из SCP-816-R1 напольных часов, модифицированных для передачи механической энергии SCP-816. Часы были рассчитаны на долговременную работу, однако на момент обнаружения объекта энергоснабжения почти прекратилось. Поэтому исследовательская группа перезапустила часы, чтобы продолжить снабжение SCP-816 энергии. Исследовательская группа также пришла к выводу, что поддержание SCP в SCP-816 в зависимости от этого источника энергии поможет содержанию, что без SCP-816-R1 представители SCP-816 вероятнее всего приспособятся и найдут новый способ получать энергию, что в свою очередь позволит им распространяться за пределы зоны P-слэш-секречна. Исследования последствия данного распространения неизвестны. В лучшем случае ничего опасного не случится. В худшем же возможен конец света класса РК. Реконфигурация энергосистемы и вытеснение биологической жизни представителями SCP-816 Было выявлено секречно различных видов SCP-816. Однако, вероятно, их больше. Согласно записям дневника, все виды произошли от единственного оригинального робота. Воспроизводство SCP-816 подобно биологическому, но с рядом ключевых отличий. Любой робот может действовать и как самец, и как самка. Во время спаривания строения обоих партнеров смешиваются иногда с мутациями. Данные передаются самке, которая затем начинает поиск деталей, чтобы создать робота с новым строением. Хищничество происходит в двух формах. Основная форма осуществляется с целью пополнения энергии, вторая же в своей основе репродуктивна. В первой форме у большинства видов, взаимодействующих с устройством подключения к SCP-816-1, развивается устройство, позволяющее восстанавливать энергию без прямого контакта с SCP-816-1. Вторая же форма проявляется после акта воспроизводства. Самка ищет и убивает других роботов, чтобы использовать их детали для создания потомства. Основой развившейся экосистемы являются два вида SCP-816 – преобразователи и собиратели. Преобразователи, в отличие от других видов, способны создавать новые детали, используя окружающие материалы. Это единственный способ появления новых деталей в системе. Эволюционные изменения в часах, создаваемые преобразованными, могут привести к резкому увеличению численности одних видов SCP-816 или же вымиранию других. Преобразователи – большие, около 10 см в длину, и медленные, что делает их главной целью для хищнического воспроизводства. К собирателям относятся виды, в настоящее время полностью контролирующие доступ к SCP-816-1, и вследствие этого вынуждающие других роботов полагаться на хищничество для пополнения энергии. У собирателей развились различные защитные механизмы, чтобы гарантировать контроль над SCP-816-1. Однако они – главная цель для охотников за энергии, поскольку представляют собой единственный способ получения в систему новой энергии. Преобразователи и собиратели в пищевой цепи SCP-816 довольно похожи на травоядных. Большинство видов охотятся на собирателей и преобразователей. Каждый заполняет свою экологическую нишу. Одни виды используют различные специализированные детали, появившиеся в их конструкциях в результате репродуктивного хищничества, причем часто не по прямому назначению. Другие развили защиту от репродуктивного хищничества, которое заключается в сильном изменении основных деталей. Вследствие этого очень немногие нападают на них, поскольку в таких видах очень малопригодны для использования деталей. Однако существуют виды, специально изменившиеся для охоты за такими представителями SCP-816. Они развивают механизмы, чтобы преобразовывать измененные базовые детали в первоначальный вид.